здравствуйте дорогие девушки меня зовут жанна санджак я визажист работаю визажистом уже практически 25 лет я хотел записать такое видео но сегодня день визажиста не так давно появился кстати этот день я раньше вообще когда я начинала визажистов не было были гримеры и поэтому когда я училась на визажиста спрашиваю там на кого вы учитесь там или где вы работаете я работаю визажистом массажиста витражиста то есть об этой профессии мало кто знал сейчас на очень популярны чему я рада я приложила немалых усилий тоже для того чтобы эта профессия была достаточно востребована преподаю я уже 20 лет и хочу сказать вот за все время работы вы думаете иногда так смотришь визажисты работают но так все радужно до кисточкой махнула раз кисточка махнула два и все замечательно все счастливы и не всегда так было не всегда так было до последнее время я могу сказать что все равно возникает некой некие трудности потому что появляются новые запросы потому что мы взрослеем и когда я начинала мне было всего 23 года и когда я училась мы работали в основном на практике на друг друге такие же молодые девушки как я это и моложе также в качестве моделей до сих пор во многих школах предпочтительнее работать на девушек достаточно юных с хорошей кожи с красивыми чертами лица да и вообще просто сама молодость она по себе прекрасно поэтому на таких лицах и делать макияж действительно сплошное удовольствие только отрабатывает стрелочка такая стрелочка сякая вот когда я отучилась я пошла работать салон красоты буквально сразу же после учебы и ко мне пришла женщина на макияж я сначала две недели просидел мне было не было ни одного клиента и потом все-таки пришла женщина я уже эту историю не один раз рассказывала но потому что она была настолько для меня стрессовая эта история что в канаде конце концов именно этот случай помог мне дальше развиваться в этой сфере в определенном направлении и это направление это помощь женщине это не просто разукраска это не просто сделать красивое лицо а это помочь избавиться от неких комплексов значит такими лицами возрастными я раньше не работала ну как я уже говорил у нас не было в обучении принято приглашать таких взрослых дам а приходит девушка женщина женщина 45 лет то есть она моложе чем я сейчас и говорит ну вот сделайте пожалуйста мне макияж я делаю и макияж когда я делала макияж я понимаю что мне непонятно как можно здесь сделать красивыми глаза ну то есть на лицо есть возрастные изменения и я кое-как сделала макияж потому что было абсолютно такой знаете как работать с этим веком а что с этими бровями они такие кривые не такие неровные или они такие тонкие я сейчас уже про брови не вспомню потом кожа кожа была немного проблемная как мне казалось как мне казалось кожа проблемно не бывает я сейчас понимаю а тогда для меня это был просто какой-то ужас я сделала макияж она смотрит на себя в зеркало и говорит спасибо жанночка но видимо мне уже ничего не поможет и начинает плакать плакать не то чтобы найти на взрыв а у нее такого отчаяния то есть она смотрит на себя в зеркало и она понимает что ей не нравится я когда сделал свою работу я честно говорю я тоже понимала что это некрасиво я не видела в этом красоты я не понимала какие помочь в итоге я не взяла с нее денег потому что мне было неудобно за такую работу и когда она ушла у меня был такой стресс я так расстроилась что я сама разревелась потому что было просто отчаяние отчаяние думаю как как можно помочь самое интересное что вот раньше когда я работала кстати еще до того как я училась до того как я пошла учиться на визажиста я окрасила своих подруг которые раньше меня там вышли замуж вот и сейчас я смотрю фотографии и они вот этот макияж который делал он красивый актуальный до сих пор там не было чего-то такого это я еще не училась визажистом то есть в общем то какая-то вот эта тяга и понимание прекрасная видимо было уже заложено скорее всего в детстве вот и вот эта история она помогла мне пойти дальше в обучение я стала искать школу где я смогу еще больше познать как же можно делать макияж и помогать женщинам именно помогать то есть как справиться вот с этой проблемой как справиться с этой проблемой даже дело не то чтобы красоту сделать красоту сделать на самом деле и не так сложно особенно когда тебе правильно научили а научить правильно это значит научить видеть красоту и когда вы видите красоту так легко это подчеркивать но это сейчас уже спустя столько времени я понимаю до этого это был конечно тяжелый труд и это были бесконечные съемки показы бессонные ночи то есть я работала столько салонах красоты то есть клиенты были абсолютно разные поэтому всякие бывали моменты которые в конце концов во мне мне кажется так вот именно воспитали тягу постоянному обучению я до сих пор учусь я до сих пор учусь сейчас учусь не то как стрелку рисовать да а как бы зачем ее рисовать у меня сейчас немножечко другое направление я больше теперь увлекаюсь как сделать макияж так чтобы не просто было красиво а именно чтобы женщина как будто бы знаете вот возродилась вот это мне больше дает удовлетворение но и обратная связь когда клиенты получают или студенты такие вот внутренние эмоции по поводу того что они прекрасны вот это конечно для меня как для визажиста как для преподавателя это очень важно и всегда своих студентов именно так я и учу чтобы научились видеть красоту красоту не все видят и очень часто причем в соцсетях постоянно особенно сейчас вы можете сами нарваться на такое что вам скажут у вас то нос плохой да там большой например то у вас там глаза не те и вот это вот прививание комплексов она сейчас и раньше это было ну сейчас это так культивируется для меня честно как для эстета это тоже но не то чтобы проблема как бы даже сказать не проблема не это возмущает не это возмущает насколько на нас женщина ну скажем так точнее нас унижают именно из-за того что у нас определенный возраст да там после 50 там вам сюда нельзя сюда нельзя очень часто могут там сказать нам женщинам да что у вас есть морщины как будто люди не понимают что люди когда взрослеют да действительно у них меняется тело и это что от незнания что это такое вот что это такое меня это честно очень расстраивает и хотелось бы конечно вот дальше в чем я например вижу свою работу это переубедить общество в том что 50 60 70 лет это тоже прекрасный возраст и и 80 и дальше и что в каждом возрасте может быть женщина красивая и более того мне кажется что вот я себя чувствую более красивой именно сейчас да мне там скоро 50 но конечно меняется тело конечно есть возрастные изменения но уверенности значительно больше чем было мне как-то 20 или даже 30 лет вот я всегда хотела быть работать сфере красоты для меня видимо ну как не знаю может быть это моя миссия все-таки я так считаю и хочу сказать что вообще я мечтала быть парикмахером и я уже даже в детстве стригла своих кукол вот увлекалась этим и вот как-то именно вот как стричь но к сожалению папа не разрешил да когда я захотела пойти на пт-у где учится парикмахерского моя дочь стричь грязные волосы не будет и для него почему-то это была ужасная профессия но возможно в те времена это не котировалось нужно получать обязательно высшее образование которое так до сих пор и не получила вот и пусть и к сожалению так получилось что папа умер и спустя где-то полтора года я пошла учиться на визажиста причем мне посоветовала просто одна моя приятельность к алгоритм сидишь дома с ребенком и диван раз тебе нравится там стричь его или там краситься он иди и научись этому и вот я пошла учиться и так вот до сих пор я учусь и учу уже практически 25 лет вот парикмахером я так и не стала и может быть ну и хорошо что я не стала парикмахером потому что то есть чем сейчас я занимаюсь и мне дает просто колоссальное удовольствие я действительно могу себе назвать счастливым работающим человеком все ли женщины красивые вот бывает такая спрашивают а все ли женщины красивые там или мужчина но не все женщины красивые я хочу сказать что те люди которые не видят красоту они чаще всего но какими-то шаблонами меряют что красиво это вот так вот и вот так а если это что-то по-другому то уже в моей рамке моих знаний не укладывается поэтому это некрасиво так вот как я тоже часто рассказываю и я вижу этому подтверждение что а в каждое десятилетие столетия есть свои тенденции есть свои какие-то эталоны красоты поэтому сегодня вы можете например быть не в тренде и некрасивая а потом раз как бы и новый тренд и оказывается ваша внешность это эталон красоты поэтому красота она все-таки нестабильная какая-то 1 мне кажется это все-таки переменчивое такое состояние и хоть я и занимаюсь в общем-то скажем внешним внешней картинкой то я считаю что красота это все-таки сочетание внутреннего и внешнего и мы можем по-другому смотреть на внешность человека когда мы видим его душу и это конечно по определенным поступкам по поведению по взглядам на жизнь и когда человек воспринимается нами как человек который душевные которые понимаешь принимающий то даже если у него есть какие-то внешние недостатки они почему-то становятся красивыми и есть миллион примеров таких людей поэтому мне кажется красота все-таки это такой вот баланс баланс когда мы помогаем внутренние наше качество проявить через внешность или можно и наоборот через внешние качества внешность наше так красоту у показать и внутреннее состояние вот это наверное основная задача наших на сегодняшний день наших специалистов красоты и это научиться находить вот этот баланс чему я хочу призвать и всех мастеров красоты пожалуйста не отзывайтесь о своих клиентах плохо до клиента бывают разные но чаще всего это те люди которые как раз не могут найти этот баланс поэтому те кто хотят работать в индустрии красоты вам нужно научиться видеть эту красоту и помогать женщинам ее подчеркивать а сейчас очень много и прям тоже в какой-то степени и мне приходится я вам честно скажу переубеждать женщин по поводу каких-то особенностей своей внешности потому что именно специалисты говорят о том что вот а мне сказал там мастер что вот у меня там то 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 что мне надо это прятать и у человека у женщины в том числе да как бы в большей степени в голове сидит именно вот это недостаток о котором заметил другой человек а тем более специалист и вот это получается постоянная такая гонка что нужно найти мастера который поможет спрятать вот эту вот эту вот эту проблему оказывается то нужно всего-то наоборот увидеть как раз что красиво и это подчеркнуть и тогда на проблему никто не обращает внимание и уже это даже преподносится как уникальность как многие звезды кстати и что касается своей внешности так и делают а мы чем хуже давайте мы тоже будем подчеркивать именно самые лучшие свои внешние данные это как раз поможет нам наверное а более уверенно себя чувствовать и как раз раскрепоститься расслабиться потому что очень мы зажаты с вами женщина прям очень зажатые и конечно соцсети в этом нам помогают потому что мы становимся такие немножко и озлобленные и не верующие я имею ввиду то что мы на что мы способны и какие мы поэтому тут конечно столько у нас у мастеров работы дорогие женщины я еще раз хочу сказать что мы все прекрасны просто нужно научиться и это действительно искусство подчеркивать свою красоту а когда вы это умеете это получается как раз творчество это получается так здорово так быстро столько удовольствия например там не спрашивают жанна а вы как бы отдыхаете от макияжа ну то есть не красьтесь вы знаете я бы скажу так я от макияжа не отдыхаю потому что макияж это мой отдых я отдыхаю в макияже поэтому когда я делаю себе макияж каждый день я в этот момент получат колоссальное удовольствие и запретить себе это удовольствие я не хочу поэтому я крашусь практически каждый день но это такая редкость когда я вообще без макияжа целый день я не понимаю зачем зачем мне лишать себя этого удовольствия но это лично мое мне в этом хорошо и это очень здорово сказывается на моем состоянии поэтому я кайфую от самого процесса и от результата поэтому это и дело моей жизни поэтому я обучаю женщин как кайфовать от этого процесса а не заниматься тем что мы что-то прячем то есть очень часто почему нужно отдыхать потому что типа я все маскирую маскирую уже так устала маскировать надо просто отдохнуть если я дома сижу вот я не маскирую я каждый раз себя просто как красивый цветочек подчеркиваю дорогие женщины я вас очень люблю я хочу чтобы вы все достигли вот этого уровня гармонии баланса со своей внутренней стороной и внешней и чтобы вы себя чувствовали красивыми всегда и с макияжем и без макияжа и чтобы вы излучали вот эту радость и красоту молодость и давали вдохновение для всех близких до свидания